Более семи лет на территории Кубани действует закон 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. Символом закона стало изображение на фоне сердца взявшихся за руки маленьких девочки и мальчика. Слоган под символом кратко и красноречиво отражает саму суть закона – любить и беречь. Выполняя закон, всем надлежит любить и беречь самое главное – наших детей. О том, как реализуется детский закон в районе, расскажут наши корреспонденты, которые на днях вместе с участниками рейдовых групп побывали в ночном патрулировании улиц Славенска-на-Кубани. Традиционный рейд по исполнению детского закона начинается с подробного инструктажа по технике безопасности. Затем ответственные рейдовых групп получают указания по патрулированию улиц, разнарядку на дежурство и график посещения неблагополучных семей. С 21 часа на территорию города и сельских поселений рейдовые группы приступают к выполнению своих обязанностей. В первую очередь с 21 до 22 мы посещаем обычно семьи или несовершеннолетних, которые стоят на профилактических учетах. То есть неблагополучная семья или подросток, который где-то у нас встал на профилактический учет. После этого выходят на марш на патрулирование улиц города. Участники рейдовых групп регулярно посещают неблагополучные семьи, проверяют, как родители справляются со своими обязанностями, в каких условиях живут дети и чем они заняты в свободное время. Когда я обещал вернуться? Обещал к 10 вернуться. Ну вот никак. Проверка условий проживания подростков в семьях, которые состоят на учете, дает положительные результаты. Многие родители встают на путь исправления, меняют свой образ жизни. В рейдовую группу по исполнению закона 1539 входят сотрудники полиции, отдела по делам несовершеннолетних, представители социальной сферы и общественности, казаки, члены добровольных народных дружин. В очередной раз они проверили улицы города, посетили места, где обычно собирается молодёжь. С начала прошлого месяца в Славянском районе выявлено почти 30 несовершеннолетних, нарушавших требования детского закона. В случае выявления совместно с группой обязательно доставляем ребёнка, если необходимо, по месту проживания, либо же родители сами приезжают, забирают детей. Проводим также профилактические беседы, указываем о необходимости соблюдения требований и передаём детей родителям. На соблюдение закона 1539 совместно с рейдовой группой выходят и казачьи дружины. Они оказывают большую помощь в борьбе с нарушениями детского закона. Активное участие в работе закона 1539 принимают казаки Славянского районного казачьего общества. Казаками совместно с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних проводятся рядовые мероприятия по безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних по недопущению инцидентов в правопорядке. Зачастую подобные рейды имеют профилактический характер, хотя участники патрулей считают профилактику лучшим предупреждением нарушений закона. Рейды продолжаются в любой день и в любую погоду. Уберегая детей от ошибок, возможно, кому-то сохраняя жизнь. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа События.